Привет, друзья! Тема очень интересная, очень сложная, очень серьёзная. Тема почти философская. Как у Канта, звёзды над нами и этика внутри нас. Откуда это происходит, этика? Ну, давайте подумаем. И, видимо, мне придётся перечитать Достоевского «Преступление и наказание». Ну, если бы у человека сострадание было в этот момент, если бы ему так больно было, когда он совершает преступление от сопереживания, причём тут Бог. Я когда был маленький, а пример этот важный сейчас для философского рассуждения, мне было так жалко карася, которого ловили на крючок и выдирали этот крючок из его ротика. Я даже маме пришёл и сказал, надо сказать мальчикам, чтобы рыбу в речке не ловили. Кстати, карась в речке ловится или в море ловится, тоже интересно. Ну, я-то знаю, где ловится, а может, кто-то не знает. Какие интересные вопросы, правда? Потому что мы создаём науку человечности, и вот я сейчас наблюдаю, всё больше и больше людей говорят об этом. Даже целая академия есть человечности, даже ещё какие-то сайты есть, где говорят о человечности, и меня это очень радует. Ну, слава Богу, в нашей школе «Человек будущего», в науке человечности у нас есть ещё, кроме этих деклараций, есть ещё и метод-ключ для саморегуляции, чтобы выходить из состояния стресса на состояние безмятежности, и там соединяться как бы со своим природным творческим началом. Проблемы, которые казались нерешаемыми, только ты начинаешь понимать, как их проще решить, и что надо быть человеком. Помните? Баранкин, будь человеком! Ну да, что такое человек? Все вроде бы понимают, что такое человек. Да, ну, давайте мы там сформулируем. Что такое человек? В хорошем смысле слова. Какими качествами он должен обладать? Да, ну и слава Богу, у нас есть метод. В отличие от прошлого времени, когда были просто декларации, человеком надо быть. Потому что сейчас происходит, как я говорю, обновление. Там эзотерики пишут, что входим в какую-то полосу созвездий, и там происходит обновление, и останутся только те, которые, которые как-то. Ну, намекают на то, что человечность. Ещё раз повторю, слава Богу, у нас есть метод, и скоро у нас будет вебинар. Как работать над собой, чтобы решать, досягать своих целей. Как работать над собой. Ключ к работе над собой. Я полагаю, что мы его поставим на следующую среду, чтобы успеть подготовиться. Потому что очень важно, когда человек решает какие-либо задачи, неважно какие, что творческий подход – это поиск наиболее простого решения любой задачи в любой сфере деятельности через призму общечеловеческих ценностей. Это и есть творческий подход. Хоть в танце, хоть в физике, хоть в математике, хоть в написании стихов. Творческий подход. А он помогает решать все задачи. И вот оказывается, там нужно быть человеком. Итак, Баранкин, будь человеком. А кто помнит Достоевского? Пожалуйста, напишите, в чем суть. В чем суть. Мне просто интересно, как вы на эту тему думаете. Если бы тот, который пошел с этим топором, внутри себя сострадал, ему было бы больно, если бы он сопереживал и, как я спросил, а при чем тут Бог? Ну, и так. Может быть, сложно, я сказал. Может быть, не очень сложно. Может быть, совсем просто. Пишите комменты. Мне очень важно сейчас разобраться в этом вопросе. Пишите. Я буду ждать. Я посмотрю эти комменты и пойму, как правильно сформулировать замечательный ответ. До встречи, друзья.